Второй день был после релиза, и я как раз набросил, типа, а почему бы не на Алисе, то есть, почему бы нет. И буквально-таки в тот же день мы посмотрели, что действительно там питон, там все хорошо, то есть все можно запилить, и так оно и решилось. Сейчас вообще вы видите некую тестовую среду внутри Яндекс.Диалогов. К сожалению, в тестовой среде невозможно запилить, чтобы Алиса говорила голосом, поэтому вынуждены показывать только в текстовом варианте. Включаем скилл, Алиса спрашивает, какого рода нам хочется коктейльчик, то есть более сложный, более легкий. То есть, ну, вот мы, например, выбираем там типа попроще, она рандомом из своей базы данных, которую мы там напихали, показывает, допустим, коктейльчик там, опироль шприц, да, то есть юзер может согласиться, и дальше она ему уже выдает постепово, что он может, ну, что ему нужно делать, что смешивать, с чем. Довольно-таки удобная штука, если, допустим, вы дома сидите с друзьяшками, там, не знаю, у вас стоит там умная колонка, вы спрашиваете, что бы замешать, и прямо в процессе, то есть замешиваете и говорите, давай, мол, дальше я это сделал и тому подобное, на выходе получаете типа готовый коктейль. Мы используем декеризацию, используем пазгресс как основную базу данных, используем SSL-сертификаты для шифрования, это основное требование Яндекса. Еще целая гора идей, которые мы совместно, скорее всего, к осени должны допилить и отдать на модерацию скилл. Ну, и в дальнейшем через ту же колонку, Яндекс.Станцию, то есть можно будет уже прямо сидя на кухонке пилить коктейльчики. Если не пройдем модерацию, то в таком случае это будет чисто персональный скилл, но любой человек, не обладающий там даже большим умом, сможет это скачать на GitHub, развернуть и использовать как персональный скилл тоже. Продолжение следует...